Бобры всегда используют свои передние резцы, которые периодически стираются или ломаются. Однако челюсти бобра устроены таким образом, что их передние острые резцы постоянно отрастают, точно так же, как ногти у человека. Всевышний Аллах, сотворивший бобров, наделил их идеально подходящим для этой работы строением зубов. Тело бобров устроено так, что позволяет им легко плавать в воде. На задних лапах у них имеются плавательные перепонки, так что они могут легко разгребать толщу воды. Их хвост — гигантское весло, существенно облегчающее плавание и служащее еще и своего рода рулем при плавании и нырянии. Бобры продолжают свое строительство с чрезвычайным усердием. Они искусно складывают большие бревна и маленькие ветки и каждый день понемногу возводят свою плотину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По мере роста плотины увеличивается уровень воды. И образуется большая запруда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но вместе с этим бобрам приходится укреплять плотину и заделывать все щели. Они выполняют эту непростую работу с большим терпением. Труд, возникающий через несколько месяцев тяжелой и упорной работы, можно описать одним словом. Великолепно. Великолепно. Возведена настоящая плотина, напоминающая творение рук человеческих. Если хорошенько присмотреться, то можно увидеть, что бобры строят свою плотину в форме дуги. Такая форма выбрана не случайно. Ведь лучше всего выдерживает напор воды именно выпуклая против течения форма дамбы. На самом деле современные плотины на гидроэлектростанциях всегда строятся в форме дуги. Очевидно, что бобры с самого рождения обладают такими познаниями в строительстве, которые человек получил бы, только пройдя многолетний специальный курс обучения. Так кто же дал им это знание с рождения? Нет сомнения в том, что живое существо не может научиться строительству плотины случайно. Оно не может наугад найти форму, которая лучше всего сопротивляется напору воды. И оно не может передать свои навыки последующим поколениям. Это грандиозное архитектурное искусство даровано бобрам великим Аллахом.